Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что у нас в Москве почему-то мало людей улыбаются. Может быть, такое количество проблем у нас, я не знаю. Замечено, да. Но здесь это было... В этот раз дождь идет и пасмурные дни, что тоже очень хорошо. У природы нет, плохой погоды. А тогда это было... У меня было фантастическое впечатление от Приднестровья, Приднестровья и, в частности, от Террасполя. И получилось так, что мы совершенно случайно встретились с руководителями телевидения и зародился такой как бы проект. Ну, проект не проект, а я привез несколько дисков с программами «Разговор» с Александром Мягченковым, и руководство вашего телевидения это заинтересовало. И вот практически весь сезон показывали эти передачи, и мне сказали, что зрителям это нравилось. То есть был довольно высокий рейтинг. Что меня очень порадовало тоже, между прочим, потому что это, знаете, такой культурный обмен, скажем. Наши известные артисты, политики российские, они побывали на вашем экране, и зритель имел такую возможность сравнить местных политиков, там, я не знаю, артистов, у вас тоже есть ваши артисты, у вас замечательное телевидение, телеведущие были тоже в моих программах. Так вот и совершенно случайно. В жизни очень многое происходит случайно. Случается случайно. Появились вот эти вот программы, чему я несказанно рад, а тем более, что они пришлись здесь вот на вашем телевидении. А может быть, знаете, как бы так вот совпало то, что ваши программы пришлись, то, что вы говорите как бы об открытости, там, дружелюбию, скажем так, нашего населения, и с вашей программой. Знаете, вот когда вот посмотрела тоже у нее, я подумала, что немножко она как-то как будто из другого мира. Вот сейчас как-то такой мейнстрим, модное слово, да, немножко такой щипать собеседника, знаете, как-то. Вот некоторые ведущие делают это даже своим каким-то фирменным стилем. Не боитесь вы с вашей вот добротой, теплотой быть немножко вне моды, немодным таким сторонам? Не боюсь, не боюсь, и тем более, что время показало, тем более, что программа в эфире уже, она долгожитель, 7 лет. Вот тогда, когда все начиналось, это на московском канале, тогда этот канал назывался «Столица», сегодня он называется «Москва. Доверие», у нас такая масс-медиагруппа, где два телевизионных канала, «Москва-24», «Москва. Доверие», два радио, говорит «Москва и Москва-24». Вот тогда была опасность, что вот надо делать рейтинг. Обычно как делается рейтинг? Это должны быть какие-то сенсационные материалы. Скандалы, интриги, расслеживание. Скандалы, недели, интриги, недели, расслеживание. Этого нет в нашей программе. Это такой задушевный доверительный разговор. Мало того, я ведь приглашаю людей, которые мне безумно интересны, и которым у меня есть огромное количество вопросов. Вы сами выбираете ваши? Конечно, конечно, в этом и мое счастье, потому что мы понимаем, что не все журналисты могут иметь возможность приглашать тех героев, которые им симпатичны, которые им необходимы. Слава Богу, это и есть такая возможность. И приходят люди, к которым действительно у меня огромное количество вопросов. А почему так? А почему эдак? Это такой вот разговор, знаете, ну, иногда бывают и провокационные какие-то вопросы, неожиданные. У нас вообще по форме мы придумали так, что вот, знаете, как вот приходят люди в студию, ну, вот мы с вами до эфира разговаривали, а потом говорят, внимание, мотор, начали. И все немножко как бы на катурных стоят. Нет, ну, слава Богу, мы с вами нет, у вас замечательная, кстати говоря, и студия, и атмосфера здесь. Спасибо. Прекрасно, потому что не чувствуешь себя, то, что ты сейчас в эфире. Разговор, как будто мы с вами вдвоем, а нет ни вот ни камер, ни операторов, никого. Но это очень важно, потому что тогда вот этот доверительный тон, эта доверительная интонация, и человек начинает открываться. Вдруг неожиданно рассказывать какие-то вещи, и когда он говорит, вы знаете, вот, ну, никому не рассказывал. Никому. А сегодня вам расскажу. Тут я как бы выпрямляюсь, у меня, я думаю, yes, случилось. Человек открылся, он начинает исповедальность вот это. Понимаете, мне кажется, сегодня это очень важно именно для зрителя, потому что в Приднестровье, может быть, немножко по-другому, а мы вот живем в большом мегаполисе, где все при огромном количестве людей, люди разобщены. И когда с тобой вот так доверительно тебя открываются, что-то рассказывают, ты невольно, зритель, соизмеряешь свой жизненный опыт с жизненным опытом других, и думаешь, ну, если Армен Борисович Горханян живет, он такой же, как и я, и у него такие же проблемы, и он иногда, может быть, ну, не жалуется, ну, вот он советуется, открывается, что вот, ну, вот как вот быть, вот как вот быть, никто не здоровается, вот сегодня ходит, и никто не здоровается. Человек хочет, а никто не идет навстречу, не идет на контакт. Думаешь, ну, что же это такое за дикое время? Почему я говорю, что у вас замечательный город? На улицах в основном люди улыбаются, наверное, потому что вы к солнцу ближе, к морю ближе, и воздух у вас здесь замечательный. Это сразу чувствуется, потому что я вот тут как убитый, сплю, знаете, вот от этого воздуха ты летаешь и можешь любые сны заказывать себе. Что значит все познается сравнение? Нам это кажется естественным и обыденным. Мы вам завидуем в хорошем смысле, потому что, друзья, зависть – это не очень хорошее качество. И говорят, даже если я завидую со знаком плюс, вообще не надо ни с каким знаком завидовать, это не очень хорошо. А вот радоваться успехам других, или ты видишь, что человек попал в какую-то ситуацию, ну, надо ему помочь, остановиться. Это сегодня очень важно. Время созидания. Вот это очень важно для меня. Вот вы телевизионщик, в всяком случае, вы как бы театрал, но ставший в прошлом, да, телевизионщиком. Оценивая тоже, вы, наверное, смотрели передачи нашего телевидения, и вот даже если в сравнении с этим, есть ли разница, и, ну, может быть, действительно мы слегка отстаем от этого мейнстрима, или, может быть, наша вот эта вот специфика и есть наша какая-то изюминка? Изюминка. Вы знаете, мне это как раз очень нравится, потому что, ну, вот ваша программа называется «Вовремя в центре», да, «В центре». Ну, да, у нас как-то все так. «В центре» и «Вовремя». Это все очень важно, потому что вы актуальны. Вы поднимаете проблемы с сегодняшнего дня. То, что волнует всех жителей Приднестровья и Террасполя, вообще всех людей местных, это очень важно. Но, понимаете, вот нет вот этого, то, что мы должны вот сейчас вам дать. Мы должны вас зацепить какой-то сенсацией, какой-то желтой информацией. Очень спокойно, конструктивно, все по делу. Вот это мне как раз очень нравится. И вот я приехал к вам на телевидение, я в прошлом году был в этом здании и видел эти пустые коридоры, когда Евгений Викторович мне показывал все это. И мастер-класс я проводил, встречался с молодыми ребятами, и сегодня я увидел, что совершенно вы уже тут работаете вовсю, вы прижились, и у вас здесь уютно, у вас очень хорошая атмосфера, что очень важно для телевидения, которое считается средством массовой информации. Знаете, где принято, все кипит, гудит. Ну, может быть, сейчас отпускной, еще такое время, когда спокойно, наверное. Бегаем, у нас все равно ритм ошпаренной кошки, никуда мы денемся, телевидение, оно такое. Но, во всяком случае, у вас есть вот этот хороший внутренний, творческий, как я называю, покой, и тогда можно очень серьезно работать, не терять себя. Иногда мы, журналисты, теряем себя. Она заносит то в одну, то в другую сторону, а вот генеральную линию вот эту держать, это очень важно. Но вы, хоть и актер в прошлом, сейчас журналист, но все-таки журналист на стыке как раз вот этих двух профессий, и театральной, и журналистской. В любом случае, это творческие. Как вы сочетаете их? Что вам интересно? Вы знаете, это очень важно. Действительно, у меня первое образование, мое актерское, я окончил ГИТИС, Государственный институт театрального искусства Луначарского. Мечтал об этой профессии, все случилось. И проработал 14 лет. Я работал в Московском драматическом театре имени Пушкина. Это такой серьезный академический театр. И когда я молодым артистом пришел в этот театр, там одни звезды блистали. Мы учились на одном курсе с Александром Гавриловичем Абдуловым. Теперь ему светлая память, это замечательный артист. Но так сложилось, вот мне гадалка в свое время нагадала, я не верил во все эти мистические вещи. Она меня остановила, говорит, дайте бы. В 33 года, сказала она, в твоей жизни все изменится. Так и случилось. Моя жизнь кардинально поменялась, потому что я пошел в 33 года учиться на журналистику, стал тележурналистом и пришел на центральное телевидение в то время. Мне очень театральная школа помогла в работе на телевидении. Помогла. И когда я стал появляться в кадре, потому что я понял, что это очень важно. Это даже не актерство, знаете, это школа, когда понимаешь, вот приходите вы ко мне на разговор, а я уже все знаю практически. Мне кажется, что я все знаю, потому что я все прочитал, и не только в интернете. И если вы написали какие-то книги или научные труды, я тоже их читаю, стараюсь во всяком случае читать. И я звоню каким-то людям, которые знакомы с вами, чтобы побольше узнать о вас. Но это не значит, что об этом, обо всем мы будем с вами говорить. Мне важно создать такую атмосферу. И вот очень приятно, что вы также разговариваете. Вот я как дома сейчас чувствую у вас в студии. Я вам говорю, это искренне, без всякого лукавства. Это очень важно. Мне кажется, это тоже отношение к актерской профессии имеет. Сделать так, знаете, одиночество в толпе это называется. Когда вот там огромное количество людей, зрителей, а ты делаешь здесь. Мы вот с вами разговариваем, как будто нас никто не слышит. Спасибо большое, Александр Васильевич. Вы говорите, что были у нас в прошлом году и в этом году. Нынешний визит с чем связан? Нынешний визит связан с тем, что, как говорится, я подсел на Приднестровье. Я приехал по приглашению высокого преосвященного архиепископа Савы Приднестровского. Он меня пригласил. Я с удовольствием это делаю, потому что я как паломник. Потому что в прошлом году я не мог объездить все храмы, а их, по-моему, около 120 у вас в Приднестровье. Я побывал вот в новостроящемся женском монастыре Тираспольском. И вчера буквально мы заехали, я посмотрел, как идет быстрое дело. Это удивительно, потому что я понимаю, что это огромные проблемы и со строительными материалами, и с финансированием. И как вот на глазах, как грибы, растут храмы. По-моему, в Приднестровье уже больше 120 храмов. У меня вот программа в этом году посетить женский монастырь Петра и Павла. Это в Бендерах. Да, я был в прошлом году именно на Петров день, когда архиепископ, ну, тогда еще был епископ Савва, богослужение вот это проходило. Я не могу сказать, что я уж такой верующий человек, но, знаете, когда попадаешь в храм, действительно вот происходит какое-то... Переоценка. Да, начинаешь, может быть, не переоценка ценностей, а вот начинаешь как-то чувствовать, что... Разговаривать с собой, понимаете? Вот какой-то такой... У меня стены вот уходят, как будто бы вот есть какие-то ограничения, а тут вот он, туда выход. Не знаю, я очень в храме абсолютно себя чувствую. Как будто бы нет стен. Нет крыльев, конечно. Это очень важно. Вот сейчас, например, православный пост. Это не значит, что там что-то надо есть. Каждый выбирает для себя. Но важно прислушаться к себе и понять, что жизнь – это удивительное явление. В общем-то, человеку она дается действительно один раз. И надо жить так, чтобы было и тебе приятно, радостно, и людям делать так, чтобы им тоже было приятно. Это очень важно. Это очень важно. И мне кажется, вот эта вот духовность, которую нам Церковь и предлагает, она очень важна для вас, для нас, для всех. Так вот, я вот по этой программе, мы поедем вот завтра и на север Приднестровья, Каменский район, говорят, это жемчужина Приднестровья. Да, 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 природа. Мне уже рассказывали, я в предчувствии чего-то такого замечательного. Там есть вещи, с которых можно пить воду, не боясь. Люди не закрывают калитки. То есть, там какой-то действительно отдельный мир, да. Ну, вот видите, вы еще раз меня увлекаете тем, что это будет интересно. Михайло-Архангельская церковь, село Хрустовое, это Каменского района. Хрустовое, да? Это вот, я тоже там мечтаю побывать. Мне говорят, что там очень интересно. То есть, у нас вот такая вот насыщенная программа с архиепископом Савой. Вот его помощник Степан Георгиевич Унгурян, удивительно деятельный человек, вот он мне тоже показал уже, вдруг вот сейчас идет реставрация храмов. С одной стороны, ты так думаешь, ну, а зачем так много храмов? Это очень важно. Это очень важно именно для тех людей, ну, может быть, это немножко так звучит, как-то неправильно, знаете, как магазины шаговой доступности. Вот у нас в Москве храм шаговой доступности. Ну, действительно, Москва огромный мегаполис, и иногда, чтобы действительно поехать в храм, в какую-то церковь, да, приходится тратить на это время. Ну, в зависимости, наверное, от того, что тебе сейчас нужно. Если нужно поехать на службу, отстоять какие-то требы, а если вот ты идешь, вот ты почувствовал какую-то потребность, то, наверное, все-таки это шаговая доступность нужна. А ведь бывает иногда такая потребность. Да, вот-вот сейчас, вот надо зайти. Вот, поэтому видите, насыщенная программа, и я в предчувствии чего-то очень интересного, важного. И вообще, знаете, вот у меня сейчас, как бы, часть своего отпуска, две недели я решил провести в Приднестровье, посвятить Приднестровью. И это специально, и я хочу, чтобы это было полезно. Я не люблю вот этот вот пляжный отдых, пассивный. Надо смотреть, надо ездить. И вот то, что я видел в прошлом году, я приехал домой, в Россию, я очень многим своим знакомым, друзьям рассказал, я говорю, ребята, поезжайте в Тирасполь, поезжайте в Приднестровье. Лучше, конечно, поездом, потому что вы увидите, вы сравните вот этот, это будет не такой вот сразу мгновенный переход на самолете, да, а плавный переход из России в Приднестровскую независимую республику. Это очень важно. Почему она отличается и одновременно похоже на Россию, ну, я имею в виду славянский вот этот мир, как бы, что вы почувствовали? Вот это вот, да, понятно, что наша духовная, культурная, историческая близость, она прослеживалась, но вот разница и близость, если можно? Ну, разница, я уже сказал, это совершенно другие ритмы. Это совершенно, вот в прошлом году я видел жаркую погоду, люди ходят, ну, как у себя, вот, знаете, во дворе все, даже иногда. Ну, а это отлично, это естественно, ну, что там, это же здорово. Вот как себя чувствуют люди, так они себя свободно и ведут, и на улицах, значит, они у себя дома, и они здесь хозяева, это очень важно. В Москве немножко все по-другому, потому что мы пытаемся выглядеть, мы пытаемся, ну, знаете, так немножко все закрыты, закрыты, ну, может быть, все закрыты, чтобы вот куда-то проникнуть, потому что все вот так вот, здесь открытые люди, это очень важно, это очень важно. Ну, а, конечно, общего много, потому что это у нас, мне кажется, это единая культура. И поэтому я вот посмотрел, у вас потрясающий театр, государственный театр драмы и комедии Приднестровья, да, Приднестровский государственный театр. Я посмотрел в интернете, какой репертуар, и детский репертуар, там чуть ли не 15 названий для детей. Как это очень, это важно. Вот я сейчас приехал из Сочи, был там на федеральном, ну, он как бы международный, но и частично федеральный российский фестиваль театров. И при губернаторе привезли свои театры, свои лучшие спектакли. И опять-таки, как это важно, как это полезно, вот это вот общение. Не просто, вот знаете, на каком-то официальном уровне. Мы представляем Новосибирский государственный театр. А люди сели и потом общались, разговаривали. Актеры с актерами, режиссеры с режиссерами, а политики с политиками. И вот ниточки натягиваются. Конечно, это очень важно. Я бы с удовольствием, вот пользуясь случаем, у нас канал Театр, которым я руковожу, я художественный руководитель этого канала. Его можно принимать. Это спутниковый канал, это вообще совершенно недорогое удовольствие. Можно подключиться к нему через местных операторов связи. Там огромное количество театральных звезд, людей, которые рассказывают о себе. Это программы очерки, спектакли мы показываем. И вот если бы Приднестровский театр драмы и комедии, государственный театр драмы и комедии, предоставил нам какие-то видеоматериалы, мы с удовольствием покажем на нашем канале театр. И тогда жители разных регионов России, не только Москвы, увидят и спектакли. Может, захотят приехать сюда, не только как туристы, или как паломники. Вот как я паломник, я приехал объездить все храмы и там еще начинающиеся монастыри Приднестровья. Это очень важно. Замечательно. Было бы здорово, если бы все это было так. Александр Васильевич, я понимаю, что нам еще с вами и говорить бы, и говорить, но выхронометраж нашей программы конечен. Придется нам уже как бы завершать наш разговор. Спасибо вам огромное за теплые слова, за то, что вы приехали к нам. У вас что-то лежит на столе. Я смотрю на это с интересом. Да. Самое главное-то я и не сказал. Вы знаете, это я привез диски новых программ, которые жители Приднестровья смогут увидеть. Здесь очень интересная программа, на мой взгляд. Но вы сами решите, оцените. Ну, во всяком случае, люди, с которыми сделана передача «Разговор», удивительно интересны. Это актер Виктор Сухоруков, который рассказывает вообще о своей жизни очень ярко и интересно, и о проблемах, и о том, как одно время он увлекался алкоголем, и пришлось отказаться от этого, потому что жизнь заставила. То есть жизненные и человеческие истории. История. И Армен Борисович Гарханян, и космонавт Савицкая, и многие-многие другие люди. Но я думаю, что на какое-то время телезрителям Приднестровья хватит посмотреть этого материала. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за теплый прием. Спасибо. Это была программа «В Центре». Гостем нашей студии сегодня был известный российский актер и телеведущий Александр Мягченков. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова